Вахтан Константинович, если представить, что сейчас перед вами Путин, и у вас есть возможность к нему обратиться, что бы вы ему сказали? Я сказал бы ему, что он нерзопакостный человек. Если это перевести на грузинский, очень плохое выражение о грузинском. Он все сделал для того, чтобы, во-первых, его возненавидел весь мир, и, во-вторых, попасть в историю, как Гитлер, как Сталин, как любой, кто в свое время развязывал войну. Он должен исчезнуть. У нас был один поэт, я сейчас не буду фамилию называть, Крузинский, который писал стихи о партии коммунистической, о Ленине, о Сталине. Хороший поэт был, кстати. И был еще наш, наша звезда грузинской поэзии, коллекцион Табидзе. О, конечно. И он, когда тот умер, он сказал, что я, говорит, легче начал читать стихи, потому что он больше не пишет. Дело в том, что его сами россияне зароют, если он не погибнет там, в этой войне. Когда он приедет в Россию, он почему не может сейчас оттуда уйти? Мы же говорили, насчет Харькова, Киева, он не смог взять. Харьков, вовремя с землей, все равно он не смог взять. Ему надо было вернуться с чем-то. И сказать, что вот эти националисты именно вот здесь жили. Разогревали неусобницу между нашими странами. Я думаю, что уже там собирает ценное количество людей, которые думают, как от него избавиться. Там, наверху. То, что я говорю, это не касается российского народа. Это все. Я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью. Велесе квартир уже не осталось, потому что столько россиян приехало за эти 2-3 дня езжавших оттуда. Мне это не нравится, потому что с ними могут пройти и те, которые, если что-то случится, станут потом работать на Россию. Мне один очень мудрый друг мой, старше меня, кстати, сказал, что Луга говорит, если, говорит, Украина проиграет, а мы уже стольких русских приняли, потом говорит, а здесь их очень плохо встречают люди, очень. 90% везенцы, понимаешь, но там не разберешься, кто есть кто. Боятся квартиры сдавать, боятся там что-то. И они начнут жаловаться, что им уже здесь неуютно, потом, вот, Путин скажет, что надо спасать наших сородичей Грузии. И пойдет Грузию, и камни на камни не оставит. Вахтан Константинович, в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, вы сказали, ноги моей больше в России не будет. Вы, популярнейший человек в России, национальный герой, ваши песни, фильмы ваши, один мемино чего стоит, вас влюблены миллионы россиян, и вы, как настоящий мужчина, сказали, не будет ноги больше в России, и ни разу не приехали. В отличие, я сейчас не хочу кого-то обижать, но в отличие от подавляющего большинства популярных в России грузинских исполнителей и артистов, вас и сегодня в России очень любят. Миллионы людей воспитывались на ваших фильмах, на ваших песнях. Обратитесь, пожалуйста, к простым россиянам. Я скажу спасибо Валерию Меладзе, он первый выступил. То, что я говорил, он один из первых был. Я хочу сказать, что очень скоро вы на себе почувствуете то, что он натворил Путин. Я не имею в виду войну. Эти санкции, которые сейчас наложили на Россию. И уже Гага выступала по поводу того, что его будут судить сто процентов за то, что пока он жив. И вот я думаю, что сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Это они, которые сидели и молча слушали его заявления до начала показа танков. Это огромное количество танков. как он издевательски разговаривал. Я фамилию его забыл. Наричкин. Наричкин, да. И я чувствовал, что он совсем другое хочет сказать, но не может. Мне стало стыдно, как он цинично так на него посмотрел. А так, а не так? А может быть так? Да. За то, что вот эта компания людей не по своей воле всю жизнь участвует в этой безапоказной истории, которую придумывает Владимир Путин. Путин слово стало матом. Да. Да. Это новое матерное слово. это тоже будут дети читать. Потому что все пишет история для себя. Я думаю, что они должны сесть, пока есть время, срочно придумывать, как это все остановить. Это все должно решиться в Кремле. Потому что к нему пробраться невозможно, как я знаю. Я думаю, что придумают. Вахтан Константинович, и напоследок у вас есть возможность обратиться к украинцам? Я хочу сказать украинцам, что у меня такое ощущение, что я на Украине живу, потому что на улице все ходят с флагами. Все. Маленькие. Вот я свою упомянул, она сказала, вечером я не могу прийти, потому что у меня митинг. Мы очень тяжело живем, у нас не свое правительство. Не свое. И поэтому может быть украинцы удивляются, что так долго мы из этого выйти не можем, но там это длинная история, ты лучше меня знаешь, это надо очень долго разговариваться, очень долго рассказывать. Мы в плену у правительства и вчера должно было быть выступление нашей президентки, президента нашей страны, они ее не допустили, потому что она была в Париже. И там другие заявления сделали, что она на стороне Украины, что она на стороне этого. И уже она их врагом стала. Я желаю им мирной и спокойной жизни. если не было бы, хотя бы на 20 лет моложе было бы, было бы 60. Я был бы там. Я хорошо стреляю. Кстати, хорошо ловлю рыбу. Сам себя кормил бы и защищал бы Украину. Это я от всего сердца говорю. Я украинец по своим мозгам. И тем более за эти 10 дней я 10 раз больше стал украинцем, чем был как этот Чернобыль, 10 раз меньше излучения, чем в Запорожье вот атомной станции. Я вас очень люблю всех. Шановные братья и сестры, желаю вам счастья, мирной жизни, с песней, восстановлением страны. Мне нравится, что они никогда не говорят Зеленский, что и потом двинется на Россию. Пусть они в Кремле живут и ощущают это еще начало, еще будут шокфызи для них. Жалко россиян, не жалко россиян. И я очень горд украинцами. Целую, обнимаю крепко вас слава Украине. Героям слава.